всем привет в этом видео мы с вами испечем такую ароматную вкусную сладость такой пирог он называется басбуса я точно не знаю как правильно говорится но я этот рецепт увидела у одной своей знакомой в инстаграме и я люблю кокосовую выпечку и мне понравилось то что в принципе по рецепту он такой достаточно легкий и вот я его решила также испечь у меня как раз была целая баночка такой кокосовой стружки у меня она есть практически всегда поэтому от нового рецепта я естественно не отказалась и так все ингредиенты которые нам понадобятся я подробно напишу в описаниях под видео а сейчас начнем для начала нам нужно смешать четыре вида получается сухой сухих составляющих здесь манка кокосовая стружка мука и сахар все мы сложили сюда в одну миску и теперь кладем разрыхлитель и ванилин теперь нам нужно это перемешать все сухие составляющие мы перемешали и теперь добавляем сюда один стакан кефира а я взяла обезжиренный и один стакан подсолнечного масла то которые без запаха и хорошенечко перемешиваем хорошенько перемешали в отдельном стаканчике или миске смешиваем яйцо и добавляем к этой массе теперь нам нужно хорошенечко все окончательно перемешать все наша масса готова и теперь нам нужно отправить ее форму конечно в рецепте не было написано смазать или не смазать форму но у меня керамическая в принципе ее практически никогда не смазываю и в тесте у нас очень много подсолнечного масла поэтому ну попробуем если вдруг не понравится в следующий раз то я обязательно либо смажу либо выложу пергаментом и так отправляем нашу массу эту форму ну что же вот выровняли разровняли постучали и теперь надо будет нам украсить орешками орешки мы будем выкладывать у меня здесь миндаль он уже обжаренный я наверное выложу так шахматный шахматном порядке вот так у меня получилось мне в принципе ну все нравится сейчас мы отправим в духовку на 15-20 минут при 180 градусах главное чтобы была у нас здесь румяная корочка посмотрим может быть понадобится чуть больше пока наш пирог уже практически приготовился он мы сварим сироп сахарный для этого в равных частях нам нужно смешать воду и сахар здесь у меня по 150 грамм и того и того и того и плюс 2 чайные ложки лимонного сока отправляем на огонь и доводим до кипения смотрите мы довели до кипения и прокипятили еще 7 минут вот такой он получился уже не совсем жидкий этот наш сироп сейчас нам нужно его немножко охладить и как раз через пару минут уже будет готов мой пирог ну что же наш пирог практически готов я его в итоге выпекала девчонки минут 35-40 потому что все таки у меня достаточно высокая получилась точнее узкая форма и вот высокий пирог получилось как а так в общем времени на выпекание мне понадобилось немножко больше чем было написано в рецепте но это логично итак теперь нам нужно его разрезать на ромбики мне наверное не шибко ровные ромбики выйдут потому что я как-то так на глаз накидала этих миндаля вот у меня немножечко конечно он треснул на вкус я считаю что такие моменты не влияют абсолютно никак аромат конечно уже сейчас прям крутой мне вообще нравится очень вкусно пахнет сильно мельчит не буду ну примерно вот так у меня получилось и теперь нам нужно залить все сахарным сиропом который мы уже приготовили заранее стараемся сиропчик наливать равномерно чтобы полностью весь наш пирог пропитался ну и как написано в рецепте нам нужно полностью охладить пирог и подавать его по идее вообще из холодильника то есть храним мы пирог в холодильнике вот такая красота у нас получилось и я сейчас хочу попробовать но вот когда уже он остынет в общем я вам покажу как он получился и расскажу свои впечатления наш пирог остыл и я даже уже немножко успела его попробовать девчонки это супер мне очень понравилось во первых здесь такой кокос он практически весь растаял и вот этот весь аромат мне очень понравился за счет того что мы еще залили сахарным сиропом весь пирог такой получился насыщенный влажный пропитанный и вот ну прям круто вот смотрите я один кусочек значит отрезала вот я здесь снизу попробовала его получается видите такой вот некий очень похож на кекс то есть такой же влажный вот тесто такое же рассыпчатое мягкое мне в принципе понравилось я наверное ничего не буду менять в этом рецепте я буду в следующий раз готовить его абсолютно также здесь по моему все прекрасно всем спасибо за внимание я буду рада если мой рецепт вам понравился ну точнее это не мой рецепт но тут с которым я вас познакомила всем хорошего дня прекрасного настроения и до скорых встреч пока пока